Добрый день! Сегодня 10 января 2019 года. Я нахожусь под огромнейшим впечатлением и хочу этим впечатлением с вами поделиться. Во-первых, хочу ответить на тот вопрос, на то возмущение, что прям все золотые ученики. Вот прям золотые раз золотые. Ребята, есть всякие ученики. Вот сейчас я возвращаюсь из той школы, в которую помещены именно такая категория деток, которые учиться не хотят. Просто в российских школах они сидят рядышком вместе с теми детьми, которые заинтересованы учиться, и им мешают. А здесь, когда понимает учитель, что ребенок учиться не хочет, такое тоже бывает во всех странах, и в той, в которой я сейчас живу, тоже, они составляют документы, все это в папочку складывают. Столько он не сдал, столько он пропустил. Будьте любезны, переходите на другое обучение. Не мешайте тем детям, которые учиться хотят, потому что вы тут балластом. Мало того, что сидите, вы еще и показываете пример другим, что можно болтаться, ничего не делать безнаказанно. Нет, безнаказанно не бывает. Мы вас выпинываем из обыкновенной школы, и вы выбираете, будете ли вы учиться из дома, будете ли вы учиться из школы, но онлайн, или вы будете учиться вот из школы под руководством преподавателя, осиливать эту же программу. И вот та школа, в которой я сейчас была, она называется Academy, а в Дженксе, куда я тоже хожу, она называется Alternative. То есть альтернативная школа. Не хотите вы обыкновенной, идите в альтернативную. И там программа, которую нужно освоить, и там экзамены, которые тоже нужно сдать. Но они здесь среди таких же ленивых деток, которые не захотели учиться, и уже, ну, хуже-то его я не буду, давайте я уже поучусь так, чтобы на этом фоне выглядеть хорошо. И учителя очень хорошие, очень строгие. И я сегодня разговаривала с другой учительницей, которая перешла в эту школу из школы для беременных девочек. Мы тоже про это говорили, что и рожают они рано. Просто это не трагедия такая, как у нас. И она математик. И я сегодня замещала тоже математику. У меня была алгебра и геометрия. И она говорит, слушай, мне кажется, у него и классы поменьше, и как-то у него потише. У меня вот девятый класс вот бешеный, вот десятый нормальный, а девятый вот такой никудышный. И я ей рассказываю, как он себя ведет, потому что я уже не первый раз его замещаю. Он шикарный учитель. То есть мне иногда даже в обыкновенную школу прийти нужно сказать, что оле народ. Либо вы у меня тише воды ниже травы, либо я буду очень на вас сердиться. А здесь я ничего не говорю. Я прихожу, они взяли свои работы, сели и работают. То есть он как преподаватель. Я вот рассказывала, она мне без конца. О, это осен, это осен, какой он молодец. То есть она что-то на заметку возьмет из находок другого учителя. Во-первых, он запретил пользоваться телефонами вообще ни для чего. Если вам нужен калькулятор, и вы говорите, я на телефоне буду это делать, он не позволяет. У него хорошие, дорогие калькуляторы с множеством действий. Они вот для высших школ и в старших школах их в обыкновенных тоже используют. То есть берите калькулятор, взамен кладите ваш телефон, чтобы не считать потом. Кто, никто не забыл там сдать этот калькулятор. Во многих классах для меня это проблема. Я хожу и говорю, ребята, тут было вот 30 калькуляторов, а сейчас только 28. Кто-то два забыл положить. Здесь никто не забудет, потому что он как только закончил работать, он срочно бежит его на место, кладет, ему нужен телефон. Назад не забыть просто здесь. Он не разрешает выходить в туалет. Даже в туалет, потому что вы взрослые, вы в состоянии организовать свою жизнь так, чтобы на перемене все успевать. И меня даже не спрашивайте. И при мне, пожалуйста, тоже не спрашивайте. И в случае, если кто-то не сдал сегодня работу, даже не законченную, он ставит нолик поинтов. То есть вы ничего не заработали, вы уже эту ситуацию просто не выправите, а документы об образовании вам все равно нужны. У него идеальный порядок даже среди тех детей, которые не хотят учиться. А начала я вообще разговор не только из-за этого, потому что это вот простое. Я бы точно так бы в своем классе и вела себя. Может быть, про калькулятор я не сразу сообразила. Но я не разрешала попользоваться детям телефонами. У нас в этом году вот именно с этого семестра, с этой четверти, в старших школах тоже закон приняли. И все ученики подписали, что они имеют право использовать телефон только в коридоре. В классе они его даже не достают. Наконец-то, сказала Галя, которая борется с этим давным-давно и безрезультатно. В Дженксе я могу конфисковать телефон, если он используется мне по назначению. А здесь такого права у меня не было. И дети, конечно, могут там себя развлекать, как хотят. А начала я потому, что сейчас, последний час у них два раза в неделю, проходит advisory, то есть какие-то мероприятия. Как правило, приходят лекторы какие-то, что-то им объясняют, что-то рассказывают, психологи с ними работают, социальные сотрудники. А когда нет ничего, они пытаются их чем-то развлечь. И вот сегодня ничего не было, и мы все пошли в спортзал и играли в крэп-соккер. Вот так называется. Игра я никогда не видела, хочу вам рассказать. Вот то, что я увидела и какие правила я поняла. Если кто-то надумает также деток развлекать, то вы зайдите уже, найдите условия этой игры. И либо им следуйте, либо свои собственные создавайте. Потому что было интересно, во-первых, а во-вторых, я наконец-то увидела, как много детей в этой школе. Потому что у меня обычно от 5 до 15 человек в классе, и у меня всегда создавалось такое впечатление, что школа небольшая. А здесь я прихожу, и там 3 квадрата из детей. И я прикинула, в среднем где-то порядка 50 человек в одном этом квадрате находятся. Они сделали квадрат на полу, сидя. И я пошла к учительнице спрашивать, а сколько же у нас детей? Вот она говорит, что-то порядка 160. Что для меня было просто удивительно. Вот не создается такое впечатление, когда ты перед классом просто находишься. И так, они в этих квадратах играли вот эти большие мячи, на которых упражнения делают. Там сидя, спинку раскатывают и прочее. Огромные мячи. И этот мяч нужно выкинуть из квадрата, причем не на свою сторону, это будет вам потеря очка, а на противоположную, на любую сторону. А те, кто защищает свою сторону, сидя на полу, они чуть ли не на лопатке поднимаются, чтобы не пропустить этот мяч. Это очень шикарное упражнение для детей, великолепная игра, столько фану. Я обычно, когда иду на какое-то мероприятие, если интересно, смотрю, а если не интересно, я наушнички достаю и что-то слушаю. А здесь я прыгала вместе с детьми, скакала, они-то сидят, а я вокруг ношусь, за кого-то болею. Великолепно время провела, очень excited, и кто-то из преподавателей записывает очки, кто там забил, кто забил. То есть это можно считать, и какая сторона больше забила, то есть четыре команды получается сразу. А можно те, которые пропустили больше, а можно то и другое сравнивать. Я бы даже пошла дальше, я бы победителей из каждых трех команд потом объединила в одно, что вот вы самые сильные были здесь, там в течение трех-четырех игр, а теперь вы попробуете друг против друга поиграть. Здорово, я никогда не видела такую игру и пошла спрашивать, как она называется. Поэтому если заинтересуется, для летнего отдыха шикарно, я так думаю, что это можно не только для 50 человек проводить, просто пошире посадить людей, но играть только ногами. То есть если рукой, вот там было пару случаев, когда рукой отбили мяч, и они минус очко поставили, что руками ничего не трогай, вставай хоть на лопатки, но играй по правилам, играй только ногами. С вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.